В Казанском федеральном университете продолжается международный форум ИФТ-2020 в онлайн формате. Об итогах первого дня рассказал директор Института психологии и образования Айдар Калимулин. Сегодня начался второй день виртуального форума по педагогическому образованию. И до его начала мы подводим итоги первого дня. Я рад, что первый блин не оказался комом, несмотря на все страхи и тревоги, которые мы имели. И сегодня, мы уже можем сказать, в первый день работы форума приняло более 5000 участников. Это результат, который оказался неожиданным и для нас, но в том, что это факт, мы могли сами это увидеть, согласно аналитикой предоставленной компании Microsoft. Таким образом, форум открывает, наверное, новую эпоху в научной коммуникации, в проведении конференций. И несмотря на то, что, безусловно, отсутствовало прямое общение между участниками, есть много плюсов, которые позволяют наладить эффективную коммуникацию между учеными многих стран. Мы очень рады, что ученые Казанского федерального университета, департамент информатизации, его сотрудники, модераторы, которые работали на наших секциях и симпозиумах, отработали на «Отлично». И подтверждением этому является то большое количество участников. И, например, в «Круглом столе», модератором на котором являлась академик Российской академии образования Кукушкина Ольга Еленична, присутствовало более 600 участников, и треть из них – это были ученые из-за пределов Российской Федерации. Таким образом, я могу сказать, что форум стартовал, стартовал очень удачно, и мы надеемся, что этот накал, этот интерес к форуму сохранится на все дни. И буквально вчера мы получили еще одно известие. Одна из крупнейших мировых ассоциаций по образованию, Киес, сделала рассылку о нашем форуме всем подписчикам этой организации. Это 14 тысяч ученых со всего мира, и мы надеемся, что популярность форума, его полезность разрастет в разы.